Слушатели сеапресс.ру, у нас сегодня с вами необычная онлайн конференция, у нас два гостя, каждый из которых представляет различные точки зрения на одну и ту же проблему. Мы впервые занимаемся вот такой условной интервью плюс дискуссии, вот посмотрим сейчас как у нас это получится. У нас с вами в гостях сегодня Сергей Глинских, это житель города Сургута, представитель общественной инициативной группы, которая выдвигала вопрос о втором, условно втором референдуме по поводу судьбы пустыряно-островского мира в Сургуте. И депутат города Сургута Сергей Викторович Рябов, который, пожалуй, наиболее ярко высказывал позицию против этого референдума, как минимум второго, и против, в принципе, вот этих вот референдумов, которые касались пустыряно-островского мира. Вести буду я, Дмитрий Щеглов, шеф-редактор Сиапресс-Лучкар. Итак, господа, приступим. У нас с вами вопрос касается, он, наверное, касается даже не только одной судьбы данного пустыря, сколько всей системы взаимоотношений и взаимного общения между властью и городом, властью и жителями города. Вот, Сергей Викторович, вот задам вопрос одного из наших читателей, он выразил следующим образом, что процитировал вас, что на заседании Думы вы сказали, я бы отказал без всяких объяснений и мотиваций проект, который выбирался всем городом, оспаривать бессмысленно. Вот, можете сейчас свою позицию вот по поводу референдума и этого проекта объяснить нашей аудитории? — Дмитрий, если я сейчас отвечу на этот вопрос, то Сергею Евгеньевичу просто нечего будет задавать. — Ну, мы посмотрим. — И он останется вообще как бы без... Ну, коллеги, действительно, я так ответил. Ну, предваряя нашу беседу, нашу дискуссию, просто хочу отметить несколько моментов, которые, в общем-то, звучали и в вашей, будем говорить, ну, источниках информации, да, там, в газетах, я не знаю, то, что, там, господин Рябов хочет баллотироваться куда-то там, то есть, ну, это фантазии, ваши фантазии, да, вот. Далее, по поводу моего мировоззрения, да, то есть, там, либерал, не либерал, какая-то дискуссия даже возникла. Вот, сразу скажу, не либерал, не толераст, к демократии отношусь достаточно спокойно, без пиетета. — То есть, спокойно? — Без пиетета. При этом, при этом, я сторонник, будем говорить, территориально-общественного самоуправления. Вот, отмечу, что не все депутаты, в общем-то, будем говорить, вот, склоняются в сторону развития вот этих вот систем самоуправления, не все. Вот, в общем-то, у них тоже есть основания для этого. Тем не менее, я считаю, что развитие общества должно идти вот через эти организации, и города, в первую очередь, нашего Сургута. И у нас есть офис, он находится на Каскаде, это торговый центр «Каскад», вот, и там висит плакат «Вся власть ТОСа», «Вся власть народу». Я не знаю, как это расценивать, демократия или не демократия, но этот принцип у меня есть. Так вот, ну, к вопросу, да? — Так, давайте к вопросу. — Давайте. — Давайте. — Ну, так, как я сказал уже, что, в общем-то, мне особо переобуваться нечего. Да, там, и заигрывать, возможно, с какими-то, там, группами населения. Вот, я говорю то, что я ощущаю, то, о чем я думаю. Вот, может быть, иногда это и не стоило бы делать, но я говорю то, что у меня есть. Ну, вот, дальше, значит, по нашему вопросу. Знаете? Вот, успокойтесь, успокойтесь. — Да, значит, по нашему вопросу. Вот, коллеги, ну, наверное, все вы согласитесь, что вот решение данного вопроса, наверное, впервые было организовано вот таким образом. Вот, то есть, с одной стороны, исполнительная власть в лице главы могла просто выделить этот участок, имея все полномочия, просто выделить этот участок под пенную застройку. Как было сделано до этого в десятках и сотнях раз. Просто, молча, по умолчанию выделяется земля по акту выбора бесплатно решением главы города. Вот. Если будет интересно, мы можем поговорить и об этом. Здесь была приведена, на мой взгляд, впервые абсолютно демократичная процедура. Абсолютно. Значит, была создана группа, комиссия. Вот, ну, будем говорить и с представителей таких профильных организаций, и, значит, это деятели культуры, архитекторы, заслуженные, как правило, вот, просто все заслуженные, вот, члены союза архитекторов. Значит, депутаты, три депутата были в этой комиссии, вот. Ну, естественно, возглавлял эту комиссию наш глава, Попов Дмитрий Валерьевич. Вот. Так вот, был разработан регламент конкурса, да, на застройку этого пятна земли, вот, который уже был. Ну, уже там, ну, со дня основания Сургута, вот он как был не застроен в центре города, так и, значит, остается до сих пор. Главные критерии вот этого, вот, будем говорить, вот этих проектов, или главным условием, что это инвестиционный проект. Инвестиционный. То есть, город не должен туда вкладывать ни копейки. Вот. Значит, было представлено, было представлено, по-моему, 13 проектов, 13 проектов. Они были разноплановые. То есть, от самых простых, вот, то есть, там, газон и немножко костиков, как вот Таран Федор Исакович предоставил. Достаточно такой простенький, но он тоже имеет быть, вот, причем тоже, будем говорить, бывший представитель администрации города, вот, работник лесопаркового хозяйства, да, вот, вот такой проект был представлен. Остальные проекты, они носили больше коммерческий характер, вот, то есть, так или иначе, при более детальном рассмотрении, то есть, этот объект мог быть перепрофилирован в чисто коммерческое какое-то, вот, направление деятельности. Ну, это же инвестиционный проект, то есть, он подразумевает, что это вкладывают инвестиции некое, ну, лицо, либо организация для того, чтобы, ну, и это лицо или организация в итоге свои средства убивают. Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно, я просто уточняю, я просто уточняю, что все так или иначе, значит, предлагали инвестиционные проекты с коммерческим уклоном. Так вот, я считаю, что и церковь, и храм, это тоже некий коммерческий объект, мы тоже все согласимся, да, по факту, ну, то есть, тоже коммерческий объект, то есть, ну, что тут говорить, вот. С той разницей, что его нельзя переделать в торговый центр. Его нельзя переделать, да, совершенно верно, хотя, если постараться, то есть, можно и его переделать, мы же, там, умельцы-то, да, у нас опыт есть. Так вот, так вот, вся комиссия, значит, на основании представленных документов, вот, в большинстве своем, кроме, там, буквально, двух человек, вот, они высказались против, вот, то есть, ну, будем говорить, 90% за, и я, в том числе, за, да. За храм. За храм, конечно, да, за храм, вот, ну, один из членов комиссии, он просто по религиозным соображениям, потому что он член другой конфессии религиозной, и Ярош, Игорь Викторович, ну, он совсем к нему уважением, он молодец, он позицию не меняет, тоже не переобувается, вот, он говорит, вот, одно и придерживается этой позиции, это правильно. Вот, потому что он депутат уже нескольких созывов, и он сказал, что это было заложено, там, еще в предыдущих думах, и вот мы, вот, хотим вот так вот, и хотим поддержать, значит, вот такую идею. Так вот, то есть, это вот первая процедура прошла, да, то есть, вот, большинство, 90% высказались за храм. Дальше, да, дальше. И, кстати, депутат от этого микрорайона, Макеев Сергей Федорович, вот, депутат от этого района, тоже хочу зафиксировать, он тоже проголосовал за сквер с кафедральным собором. Это вот одна процедура прошла. Далее, у нас публичное слушание. Еще одна процедура. Значит, здесь их было несколько, как вы помните, знаете, вот, там, первый такой, тоже флешмоб такой был, когда представители церкви, честно говоря, тоже так вот нахлынули, вот, ну, мне было не очень тоже так вот особо приятно. Я вообще не люблю давление, знаете, чем больше давление, тем больше, ну, я сопротивляюсь. Вот, но, тем не менее, что было, то было. Вот. Более того, более того, вот там, там тоже рассматривались на этих слушаниях проекты, все, все 13 рассматривались. Вот. Да, и вот, мне запомнился один момент. У нас Тарабанов, вы его знаете, да, вот, Леонид. У него тоже хороший проект был. Вот. Вот, что-то тоже с детским творчеством связанное. Так вот, он на этих слушаниях прилюдно снял свой проект в пользу храма. Вот такой был момент тоже. То есть это тоже показатель, мне кажется, да. Далее, далее, были уже депутатские слушания, депутатские, значит, да, на которых. На которых были приглашены, значит, вот, представитель 25-го ТОС, вот, это Леонова, Леонова, значит, непосредственно, ну, если позволите, могу зачитать дословно. Это представитель ТОС, мы должны понимать, да, что как раз этот человек возглавляет вот это сообщество, вот, территориально-общественное самоуправление. Так вот, значит, добрый день, мнения по поводу данного проекта разделились. Вот, и больше в сторону застройки храма, потому что это как-то будет цивилизовано и в скором времени построено. Волнует вопрос в том, что открытие площадки и как их задействовать в зимнее время, в летнее время понятно, оно все будет зеленое, красивое. А вот как будет функционировать в зимнее время, чтобы для зимних видов спорта и ледовых площадок было время и место. Вот, как бы дословно. Далее, очень хорошее предложение, она, значит, выдвигает, очень просто, вот, я считаю, надо обязательно его использовать. Вот, значит, важный момент во всей этой истории и пожелания жителей, и звонки, и письма, чтобы при строительстве, при каких-то изменениях учитывалось, чтобы был создан общественный совет. И именно по застройке этого пустыря, чтобы эти изменения проходили, чтобы люди и жители знали, что вносится в изменения, почему и как. И вообще на этой стадии жители просят создать, значит, общественный совет и включить туда депутатов, представителей территории, жителей, чтобы это было гласно и открыто. Ну, правильно же? Правильно. Дальше. Слово предоставляется, опять же, представителю данной территории, значит, Мельничук, Людмила Михайловна, представитель ТОС-25. Она очень коротко. Я согласна с тем, что озвучила Галина Евгеньевна. Так, можно продолжать? Да, прошу, прошу. Ну, Леонов. Конечно, Леонов. Ну, как же. Наш лучший друг, уникальный во всех отношениях человек, значит, да. Так вот, зачитываем. У него было много высказываний, но я вот так вот тезисно, значит, но дословно. Здравствуйте, уважаемые. Я хочу сказать, хочу сперва поздравить с одним из воинских праздников, с Днем Победы на Куликовом поле, которое отмечалось в воскресенье. Этот праздник недавно вошел в наш календарь. Поздравляю с Победой на Куликовом поле. Дословно. Я считаю, что вопросы возведения на данном земельном участке культового сооружения храма, запятая, храм – это хорошо. Мы против, ничего не имеем. Но почему-то мусульманам дают на черный мысу. То есть, ну, человек вот этого он. Почему? Значит, одним дают там, а мусульманам там. Да. Значит, на черном мысу землю по строительству мечети, а православным в центре города. Вопрос заключается в следующем. Судьбу данного участка должны решать именно граждане путем прямого волеизъявления. И депутатам надо учитывать мнение жителей города. Спасибо. Ну, резонный вопрос. Вот, что депутатам надо учитывать мнение, значит, жителей. То есть, мнение жителей в лице ТОС мы учли. Почему тут храм в центре города, а мечеть у нас на черном мысу? Ну, два момента, два объяснения могу на этот вопрос озвучить. Первый – то, что, во-первых, представители мусульманской общины не участвовали в конкурсе. Просто не участвовали в конкурсе. Ну, и второй, мне кажется, тоже правильно, что, ну, наверное, по месту проживания, да, то есть, все-таки у нас вот черный мыс сегодня превращается в некий анклав. Ну, это вот, что мы тут будем скрывать? Так, далее, далее. Ну, вот последняя ремарка. Конечно, Аллакаев. Ну, опять же, Аллакаев. Тоже один из подписантов. Вот. Ну, это вот там в дискуссии некое было, да, то есть, вот, и, значит, значит, вот Аллакаев, дословно читаем. Можно я просто прокомментирую? Во-первых, я не противник ценностей, я не противник строительства храма, и вообще не противник религии. Вот. Для меня не стоит вопрос, верую или не верую. Вот. Ну, и так далее по тексту, в общем, там, ничего. То есть, ну, как бы тоже не противник. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ну, вот, процедуры с общественностью были соблюдены. То есть, вот такая вот, будем говорить, ну, чрезвычайная, просто демократия, то есть, чрезмерная даже где-то, да. Далее у нас были уже непосредственно, еще одни чисто депутатские слушания, и там из 25 человек один депутат, Игорь Викторович Ярош, он проголосовал, вот, вот здесь вот не могу утверждать, ну, или воздержался, или против проголосовал, ну, в общем, не имеет значения. Все остальные проголосовали за. Все остальные за проголосовали. Ну, вы еще не упомянули про, еще один элемент демократии, про голосование, которое проводилось на разных сайтах. На сайте администрации, по-моему, 40 тысяч проголосовало за. Ну, это было тоже то самое давление, которое вы сказали. Может быть, да, я вот очень осторожно относился вот к этим, будем говорить, подсчетам, там, за и против. Для меня наиболее важно это вот непосредственно мнение представителей жителей, то есть это в первую очередь, конечно, руководитель АТОС, вот, Леонова, в первую очередь, потому что ее избрали жители, вот, причем не вчера и не сегодня, она работает уже долгое время там, то есть ее все знают, и вот, она выразила мнение жителей. Вот, я сразу хотел бы сказать, что вот то решение, которое мы все приняли, вот, и администрация, депутаты, и то большинство жителей, оно не идеально, мы все это понимаем, оно не идеально. Но для меня, лично я буду за себя говорить сегодня, вот, когда у нас, ну, на пороге непростые времена, они уже идут достаточно давно, вот, больше того, я уверился, знаете, вот, в необходимости именно строительства храма, после того, когда на Евровидении выиграла вот это чудо, да, женщина с бородой, то есть я просто считаю, что мы сегодня все-таки должны как-то сплотиться, вот, и меня спрашивают, а что у вас за ценности там, а что это, ну, вот, ценности, это да, что вот все-таки женщина бороду носить не должна, да, а мужчина не должен тоже, там, вот, переодеваться в женщину, как минимум, да, вот, для меня вот это ценности, да, в первом, значит, на первом месте стоят. И кто нас, вот, ограждает от всех этих мерзостей? Вот кто? Я считаю, что это в первую очередь, это, конечно, церковь. То, что церковь, значит, тоже, будем говорить, не все в порядке, но это уже проблема ее, церкви, да, вот, и она пусть разбирается с ними сама. Вот, поэтому, вот, насколько я мог, я, в общем-то, ответил, но если будут наводящие вопросы, я готов. Ну, да, давайте, да, не будем обсуждать ценности церкви, продатых женщин и так далее, а обсудим нашу, вот, именно механику процесса. Вот, мне кажется, что очень знаковую фразу вы сказали, вы сказали фразу о том, что вы не любите давление, потому что и для себя вы сказали, что когда вы испытываете давление, тем больше у вас повышается сопротивление этому давлению. Мне кажется, что вот это вот в данной ситуации, наверное, ключевая формула, по которой действовали все акторы, и представители общественности, и, наверное, какая-то часть депутатов. Сергей, прошу, если у вас есть вопросы, как бы я, просто я как модератор, предпочту сейчас меньше задавать вопросов, позволю вам разговаривать, но вмешать. Ну, смотрите, я думаю, что мы сегодня пришли каждый со своей позицией, Сергей Викторович свою позицию озвучил. Я хотел бы начать тоже, хотел бы озвучить свою позицию. Моя позиция предельно простая в данном случае. Я хотел бы, чтобы принятие таких вот судьбоносных решений, а это, безусловно, решение судьбоносное, потому что это в центре, достаточно большой участок, 3,5 гектара, в центре больше таких просто не осталось. И для меня очень важно, чтобы при принятии подобных решений учитывалось общественное мнение. В данном случае не то, что не учитывалось общественное мнение, а решение даже не принималось на уровне городских властей. Оно принималось гораздо выше и гораздо раньше. И то, что рассказывал нам Сергей Викторович, все вот эти этапы обсуждения, на самом деле я лично понимаю это как всего лишь этапы реализации того решения. И мне, как жителю города Сургут, который прожил здесь всю жизнь, мне очень не нравится, что судьбу нашего города решают те, кто здесь никогда не жил, не живет, ну и, скорее всего, жить не будет. Ну, вы говорите в первую очередь о высказывании, в том числе, патриарха, который указал на это место и благословил его как площадку для строительства храма и так далее. Эта история замечательна тем, что здесь не надо ничего домысливать, додумывать, читать между строк. Здесь действительно действующие лица говорят, ну, как оно есть на самом деле. И в том числе там епископ Павел, когда выступал на публичных слушаниях, он конкретно рассказал ту историю, что приезжал патриарх на открытие храма Георгия Победоносца, это было год назад, наверное, да, примерно, и у него оказалась в руках карта города, и он посмотрел и спрашивает, а почему у вас все церкви вокруг, значит, города находятся в центре не одной? И он говорит, я благословляю здесь построить, значит, храм. Ну, и так получилось, что рядом находилась губернатор Комарова, и она поддержала это решение, по крайней мере, она сказала, епископ Павел, ну, так вот очень будем действовать. Ну, это все со слов, опять же, епископа Павла Сургутского и Ханты-Мансийского. Ну, и я так понимаю, что здесь однозначно для меня лично, что как только губернатор произнесла эту фразу, то судьба этого пустыря, она, естественно, уже решена. Ну, я так понимаю. И потом, когда вот после этой истории я смотрю, как развиваются события, я только нахожу подтверждение своих мыслей, что это решение принималось не на уровне городских властей, а продавливалось гораздо выше. И вот этим я очень недоволен. Если, вот как Сергей Викторович говорит, действительно, у главы города есть компетенции, и он мог сам действительно, никого не спрашивая, подписать соответствующие документы и все. Но глава города пообещал жителям города учесть их мнение при решении этого вопроса. К большому сожалению, я так полагаю, что все-таки мнение о жителе не учли. Теперь смотрите, вот Сергей Викторович рассказывал, ну, я так понимаю, что вы приводили аргументы в пользу того, что мы учли общественное мнение, и вот посмотрите, была создана комиссия, куда вошли, скажем, очень авторитетные люди, были публичные слушания, депутатские слушания и так далее. Я хотел бы прокомментировать эти высказывания прямо по существу и по очереди. Совершенно правильно. В результате конкурса победил проект «Сквер с храмом». Но это же конкурс, а у конкурса есть соответствующие правила. Я вам сейчас зачитаю пункт седьмой из этих правил. Состав и объем конкурсной документации, то есть какие документы необходим каждому архитектору предоставить. В случае размещения на территории объекта архитектуры, ну, то есть если на этом пустыре будет строиться какой-то объект архитектуры, в том числе и храм, это объект архитектуры, дополнительно нужно предоставить следующие документы. План этажей, фасады, разрезы и так далее. То есть очень детально разработанная документация. Таких документов архитектор, который представлял проект «Сквера с храмом», в комиссию не предоставил. Это означает буквально следующее, что этот проект не то что не мог выиграть, он даже не мог там участвовать, потому что не были предоставлены соответствующие документы. Если не секрет, у вас откуда информация? Я проконсультировался с архитекторами. С какими? Очень уважаемыми. А, понятно. Вы знаете, я извиняюсь, что вмешиваюсь. Сергей Евгеньевич, давайте просто на фактах дать факт. Вот факт, я привел факты, вот слушание, записи все у нас сохранены в доме, то есть все это есть. Вот я фамилии привел, кто высказывал, и на базе чего мы принимали решение. Мне бы хотелось не домыслы, а вот кто-то что-то сказал, и якобы там чего-то там не так. Давайте как-то все-таки, ну... Ну, не дайте. Вы считаете, что это неправильно? Вы виделись документы? Я член комиссии. Значит, была рабочая группа, да, то есть есть комиссия, а есть рабочая группа, которая отбирает, допускает, не допускает. То есть там, значит, и вот как раз наличие вот этих вот всех основных документов. Если они допущены, значит, они допущены. Ну, значит, зачем домыслы? Почему это не домыслы? Ну, давайте, смотрите, вы, конечно, можете не согласиться с этим, да, но тем не менее. Давайте дальше поехать, да? То есть я считаю однозначно, что этот проект не мог даже участвовать. Ну, предположим, ну, предположим, ну, так или иначе, он прошел, он участвовал. Дальше, какие у вас еще документы? Ну, хорошо, ладно. Вы или называете фамилию, значит, того архитектора, кто это сказал, или мы просто это вот убираем и как-то вот даже не учитываем вот это мнение? Ну, я так думаю. Ну, хорошо, давайте, давайте так, это ваше право, да, то есть, в общем-то, сейчас эта передача в основном для зрителей, поэтому мы просто обсуждаем. Как они посчитают, да, да, если вы не доверяете моей информации, то это ваше право. Я не могу доверять просто, вы меня поймите, я не могу доверять, да, то есть. Ну, хорошо, хорошо. Давайте дальше. Вы говорили, чтобы были проведены публичные слушания, безусловно. Но на публичных слушаниях это не инструмент исследования общественного мнения. Просто там разбирались стильные проекты. Теперь были публичные слушания, ну, вы приводили в пример Леонову, да, председатель АТОС. Я помню эти публичные слушания, они были по теме перевода вот этого пустыря с одной территориальной зоны в другую территориальную зону. Так вот, Леонова, безусловно, да, в тот момент она поддержала, поддержала строительство храма. Но буквально месяц назад или два назад она говорила, что она ходила и собирала подписи, собрала полтора тысячи подписей жителей за строительство сквера. — Откуда информация? — Это есть в видеоматериалах, это новости Сургута. — Можно еще раз клянусь, чтобы мы не отступали? Есть контраргументы. Я просто не далее, как в прошедшую субботу в городе Сургуте проходил конкурс социальных проектов. Меня тоже туда делегировали от Думы, я там был. И вот там принимал участие тоже Леонова. И, конечно же, мы опять же начали говорить о той ситуации по этому участку земли. И она своей позиции на... это какое число было? 28-е? — 29-е, по-моему. — 29-е, да? — 29-е, то есть вот на 29-е ноября, значит, руководитель то свою позицию и жители большинство не поменяли. Поэтому это опять, Сергей Евгеньевич, ну, не совсем правда. — Ну, смотрите, это очень, скажем, просто узнать. Эти материалы есть в видеоархиве СТВ, можно и просто посмотреть. — Ну, конечно. — Понимаете? — Точно так же, как можно поднять документы, можно поднять документы о том, были поданы они в комиссию. И раз тема зашла об этом, наверное, наша инициативная группа поднимет эти документы. И если они там есть, я лично извинюсь, могу публично, могу там лично перед вами. — Ну, вы можете просто отправить рассылку Сергею Викторовичу, он может просто... — Хорошо, давайте просто для того, чтобы... — Я не думаю, то, что сказано публично, должно быть закончено публично. — Я думаю, это логично, да? — Да, мы сейчас просто проверить не можем, в общем, проблема. — Ну, зря, кстати, вот надо все-таки готовиться к эфиру. — Смотрите, потом очень много говорили о голосовании, интернет-голосовании. А чем это закончилось? Кто-нибудь помнит? — Ну, мы же уже договорились. — На сайте администрации было 40 тысяч за православный храм. — Давайте опустим, не будем учитывать. — Ну, хорошо, ладно. — В социальных сетях было большинство запланетарьев. — Опустим, не надо. — Просто разные аудитории. — Опустим, да, опустим. — Но я все-таки напомню для наших телезрителей. Очень много было разговоров, а потом на публичных слушаниях, в которые мы будем постоянно возвращаться, где рассматривались эти проекты, глава города предложил, а давайте мы не будем рассматривать результаты публичных слушаний, потому что там столько накручено, и все. И мы не стали рассматривать. И тогда возникает вопрос, а на основании чего тогда строится понимание общественного мнения? — Я не совсем понимаю, когда глава города сказал, что давайте не будем рассматривать... — Результаты голосования, может быть? — Результаты голосования... — На какой площадке было сказано? — Это было сказано на публичных слушаниях 7 апреля. — Вот все публичные слушания, вот я принес, вот я зачитал дословно, значит, дословно зачитал. И, честно говоря, я вот такого вот здесь не найду, Сергей Евгеньевич, придется вам еще раз, значит, покопаться. — Слушайте, я думаю, что надо будет еще раз встретиться. — Еще раз извиниться придется вам, да. — Хорошо, хорошо. — Потому что вот здесь, значит, нигде. Во-первых, вот те слушания, о которых я говорил, там просто главы не было. — Не было в апреле. — Да, там просто не было, вот, и, значит, я, честно говоря, значит, думаю, что вы опять... — 7 апреля не было главы. — Я не знаю, какой дать, да, какой дать вы говорите. — Когда было много... — Когда было много верующих людей пришло. — Когда... — А, ну ты искакал, да? — Конечно, глава города сидел. — Да, да, был. — Фоккен вёл, то есть, хоккеев. — Фоккен вёл, а Фоккен выступил. — Хорошо, я просто, я извиняюсь, но это были первые публичные слушания. — Они были первые. — Подождите, Сергей Викторович, они были первые и единственные. Все остальные публичные слушания уже не проходили по выбору застройки или нет. Они были уже либо за изменение территориальной зоны, или введение новой территориальной зоны. — Совершенно верно. — А вот в том собрании, 7 апреля, обсуждалось, вот именно все эти проекты, они там презентовались. — Ну вот это, да, о чём вы говорили. — О чём вы говорили. — Да, вот эта комиссия, был наплыв. — Да, 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 да. — Кстати, для телезрителей, если им интересно, можно посмотреть эти публичные слушания на сайте администрации, там есть видеоархив от 7.04. — Я хотел бы продолжить, если вы не против, то есть какая моя позиция по поводу общественного мнения, как я её понимаю, учли или не учли. Мне эта позиция напоминает бородатый анекдот, когда начальник спрашивает, вы посовещались, посовещались, а я решил. — Так и у нас вот эта история точно такая же. — Глава города, ещё раз повторяю, пообещал решить этот вопрос, вернее, пообещал учесть мнение о жителе при решении этого вопроса. — Вопрос решён, но, видимо, мнение о жителе тоже учли. — Ну здесь маленький нюанс. — Если вы учитываете чьё-то мнение, вы должны его знать. — А что значит знать? — Вот в данном случае масштаба города, я понимаю это так. — Значит, человек, который знает общественное мнение, он заявляет так вот. — 60% жителей города поддерживает этот проект. — Там 30% — этот проект. — 10% — тот-то проект. — Я главе задал этот вопрос. — Расскажите, пожалуйста, ваше общественное мнение. — Но он не знает этих цифр. — Он, как и Сергей Викторович, стал говорить о том, что были рабочие группы, были заседания, были публичные слушания. — Но какое конкретное количество людей поддержало тот или иной проект, он не знает. — И не знает никто в городе. — Потому что не было такой задачи выяснить общественное мнение. — Что произошло? — Произошла, как очень часто бывает, подмена понятий. — Вместо исследования общественного мнения просто инициировали общественное обсуждение. — Публичное слушание, в интернет-сфере и так далее. И все это, знаете, напоминает такое дешевое ток-шоу, когда все говорят, но при этом никто не знает. Вот смотрите, Сергей Викторович, вы говорите, да, это ваша позиция. Позиция Леонова, позиция там еще и еще и кого-то. У меня другая позиция. Есть тысячи людей, у которых другая позиция, понимаете? — Совершенно верно. — И смотрите, здесь вопрос, а что же делать? — А можно переформулировать? — Главный вопрос. — А можно, Сергей Викторович, сейчас главный вопрос, конечно. — Можно я отвечу? Все очень просто. Если у вас болит зуб, вы же не берете дрель и не начинайте сферлить. Вы идете куда? — К доктору. — К доктору. В данном случае надо было обратиться всего лишь к специалистам, которых у нас очень много. И в пединституте. — Социологов вы имеете? — Конечно, конечно. — Социологов. — В пединституте к социологам обратиться. Причем, вы знаете, может показаться просто, может быть, администрация не знает туда дороги. Так нет. Квартал они проходят, чтобы они не заказывали через МКУ наш город какое-нибудь исследование. Вот месяц назад два исследования пришло на МКУ город. Один сургутский университет сделал, другой ханты-мансийский государственный университет. Ну, администрация, ладно, не пошла к социологам, но я проконсультировался. Есть такой уважаемый человек, Мартынов Михаил Юрьевич, профессор политологии, к которому не раз администрация обращалась. Я говорю, ну вот в такой ситуации что делать надо? Он говорит, ну вообще-то все очень просто. Вы либо заказываете социологические исследования, и социологи, то есть они сначала понимают, что это за проблема, начинают какие-то при помощи своих научных методов различные социальные слои, различные конфессии и так далее. Потом вопросы нужно подготовить, потом это все переработать. То есть на самом деле наука. И тогда вы получаете более-менее объективные данные о мнении жителей города. Это первое. А второй, еще проще, это референдум. Это прямое волеизъявление граждан. Пришли, проголосовали, все понятно. Не пришли, значит вам это неинтересно. Вот два основных инструмента, которые предложил социолог. Ну, насчет еще проще, я, может, и не соглашусь, да, референдум это дело очень затратное и хлопанное. Ну, наверное, да. Но все-таки социологические исследования. Вот, Сергей Викторович, ваш комментарий можно по этому поводу? Да, конечно, конечно, конечно. Ну, я еще раз говорю, вот в данном случае считаю, что глава города не просто демократично поступил, а просто какой-то разгул демократии. Вот разгул демократии, вот вы посмотрите, значит, у нас туда, не плюнь, извините, да, у нас там незаконная застройка. Вернее, как бы законная. Земля-то выделена законно, выделена под какой-то социальный объект, бесплатно, без ничего, да, бесплатно. И потом этот социальный объект, какого-то там спортивного направления, да, у нас превращается там в жилой квартал, в гостиницу или вот там в какой-то автосалон, допустим. Вот, здесь же, вот, ну, достаточно долгий путь. Ну, возможно, только... Он долгий, но он неэффективный же получается, все же. Вот, вы знаете, вот для меня, для меня основным аргументом для решения этого вопроса было несколько моментов, да, которые вот там социологи, я вообще не понимаю, кто такие социологи. Это просто какие-то бездельники непонятные, вот, и у нас социология, знаете, это такая наука от лукавого, вот, это мое личное мнение. Поэтому я не возбудился, когда вот там, ну, не нашел каких-то вот отчетов. Это мое личное мнение, пусть они обижаются, там, не обижаются, но у нас социология, это лженаука сегодня, вот. И, значит, это то же самое, как интернет-голосование, ничем не отличается. Ну, ничем не отличается. Ну, это в вашем мире. Где основа, да, где основа, кто, кто принимал участие, кто не принимал участие, какие выводы, там, и так далее. Это все, знаете, то же самое, вот, это один момент. Второй момент, второй момент, значит, и главное, возможно, главное, это мнение, все-таки, депутата от этого округа, его мнение, это имеет вес, потому что его люди выбрали. Вот, он перед выборами свою позицию оказывал, да, то есть, что у него есть, за что стоит, вот, его люди выбрали, и он встречался, он разговаривал с людьми, у него, там, значит, процедуры, определенные, да, встреч, вот. Вот, каждую неделю люди к ним приходят, высказывают мнение, и он один из немногих, а может быть, единственный, включая, опять же, руководителя ТОС, кто представляет мнение жителей этого города. Еще раз говорю, конечно, 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 это не самое лучшее решение, вот. Но, если не храм, то что? Давайте, хорошо, значит, вы заявили на референдум, какой объект, Сергей Ильич, напомните просто. Там, по-моему, был какой-то спортивный объект. Нет, вы помните, какой объект? Почему, конечно, это центр детского спортивно-творческого развития. Так, в комментариях предлагают уже Ледовый дворец. Ну, в том числе, либо Каток, либо Крытый Каток, либо Ледовый дворец. Ледовый дворец предлагают, да. Значит, кто-то предлагает универсальную, там, спортивную площадку, да, то есть, вот. Ну, и так далее, и так далее. Вот, федерация бокса, допустим, находится, ну, я считаю, в ужасных условиях, вот. Все технические помещения, они просто там устарели, то есть, по 40 с лишним лет, вот. И, вот, я думаю, допустим, какой-то комплекс единоборств тоже бы нам не помешал. Так вот, мы что, должны тоже свой референдум проводить? А давайте вот так вот, каждый референдум по последним подсчетам, ну, без учета вот сегодняшней инфляции, да, это под 40 миллионов рублей. Вот каждый референдум под 40 миллионов рублей. Мы куда идем? В какую тупиковую зону мы идем? Вот. При этом очевидные вещи. Вот оно решение. Вот оно решение, да. Значит, можно обижаться, что, ну, немножко не по душе, да, вот. Вот. Можно не обижаться, но решение, вот оно, его высказали большинство жителей. Ну, так большинство надо все-таки уважать или не надо уважать? Большинство. Сергей Ильич, а большинство почему вы решили? Вот вы говорите от себя, от Леонова, там, или еще от кого-то. Почему вы решили, что большинство-то? Большинство жителей района, может быть, а города? Или это больше район должен решать? Вот, смотрите, вот, знаете, у нас, вот, из числа подписантов за проведение референдума, да, там, 10 человек, да? Да, это инициативная группа. Инициативная группа, 10 человек. Значит, в комментариях, там, вот, будем говорить, проявились, там, еще три человека. Три человека. Причем, непонятно, что они вообще хотят. Ну, просто, то есть, это, вот, я не знаю, где вы берете своих, там, сторонников, просто. То есть, вообще непонятно, что хотят, да. И, в итоге, значит, вот, как сплотить какое-какое единое мнение? Никакого. Ну, не будет никакого мнения. Каждый будет делать свое. Причем, у нас главный аргумент был, что не хватает спортивных сооружений. Согласен, не хватает. Не хватает. Но почему-то, значит, то быстровозводимое спортивное учреждение на территории 27-й школы, ну, это как бы не считается. Там, вот, не считается, потому что там нет теплого перехода. Вот, перехода нет, не считается. Сергей Викторович, можно ремарочку тогда? Ну, конечно. Сразу же, походу. Вот вы сказали, что референдум дорого. Ну, 30-40 миллионов, я не знаю. Наверное, это дорого для города. А вот вы считаете, вот во сколько вы оцениваете конституционное право людей на свое прямое волеизъявление? То есть, вот для вас. Вот если было 10, то, пожалуйста, волеизъявляйтесь. Если 40, извините, давайте не будем волеизъявляться. То есть, вы во сколько оцениваете планку? Или 50, или 60? Вот, еще раз. Когда мы тут начали разговор, да, я сказал, я не либерал. Или демократ. Не телераст. Не демократ. И поэтому, значит, волеизъявления народа, я, значит, считаю, и оно единственное правильное, в делегировании своих, значит, ну, будем говорить, желаний, мыслей, чаяний, вот своему представителю. Это руководителю территориально-общественного самоуправления, это депутату от, значит, данного избирательного округа, это главе города. Главе города. Вот, пожалуйста, есть выборы, есть выборы, пожалуйста, идите и выбирайте своих представителей. И спрашивайте с них, и спрашивайте. И если считаете, что они не правы, ну, так идите к ним и говорите, ты не прав, Макеев, ты не прав. Почему ты голосуешь на первых, на первых слушаниях, ты почему голосуешь? Мы против, Сергей Федорович, мы против, значит, и вот оно, волеизъявления народа. Сергей Федорович, подождите, минуточку, да? Вот, минуточку, да. Дальше, коллеги, вот как раз вот тема выборов. Вот у нас сейчас предлагается схема сети менеджера, да? Ну, вы же знаете это, что сейчас у нас может поменяться система управления городом. Так вот, уважаемые представители, жители города, так а что, вот Леонову это неинтересно, да? Ему неинтересно, он же, по идее, вот будем говорить, в каждой бочке затычка, вот на каждой комментарии, на каждую статью у него есть определенные комментарии. И, конечно, главной строкой там, что все депутаты, они все виноваты, во всем виноваты депутаты. Ну, вот извините, ну что это, не знает, что у нас, будем говорить, сейчас будет решаться вопрос о смене самой системы руководства города, да? Он же вроде уже решился и вроде ничего не меняется. Не решился, как? С чего это он решился? А с чего он решился? Вы будете решать сейчас депутаты? Так вот мы будем решать, так вот мы будем решать, так вы подойдите и скажите, Сергеевич, а как мы будем решать? Как вы будете решать? А что нам лучше? Нет, вы, значит, вот в этот кусочек земли, в 3,5 гектара, да, и вот это вот, значит, для вас более главное. А вот то, что как будет жить город, кто им будет руководить городом в дальнейшие, будем говорить, десятилетия, это вот вам не важно. Вот красной строкой можно, значит, на основании публичных слушаний и так далее, значит, на основании высказываний, значит, Алакаева, Леонова, это не причина референдума. Вам без разницы, какая причина, просто без разницы, без разницы, лишь бы что-то вот там, значит, взбудоражить, что-то взбудоражить, что-то такое намутить. Ну, коллеги, вот я думаю, что это неправильный подход, это неправильный подход. Вот я тоже взял, я что ж, готовился? Все-таки, может быть, регламент какой-то, вот, я бы мне тоже хотелось бы... Ну, сейчас, ради бога, просто вопрос был задан. Ну, я хотел бы вначале прокомментировать слова Сергея Викторовича, очень интересная избирательная позиция, то есть, одни конституционные права, которые закрепляют выборы и полномочия, это как бы можно, а другие конституционные права, которые закрепляют прямое волеизъявление, это вроде бы как, ну, это мнение человека. Ладно. Теперь смотрите, у меня по поводу мнения, по поводу мнения депутатов в том числе и мнения жителей города, у меня недавно в руках оказалось очень интересное письмо. Оно было написано чуть больше года назад председателем Думы города в адрес главы города. Это было в июне 2013 года. Так вот, Сергей Афанасьевич пишет, что впервые вопрос о сквере возник в 2009 году, это еще Дума четвертого созыва. Это была реакция Думы на желание администрации построить, значит, какой-то многофункциональный комплекс с объектами торговли. В тот момент, значит, все депутаты как один выступили против и сказали, здесь будет сквер. История продолжается. Дума города пятого созыва, определив в своей работе приоритетные направления деятельности, вопрос строительства сквера в 13-м микрорайоне взяла на текущий контроль. Это уже пятая дума, это было год назад. В генеральный план города были внесены соответствующие изменения на указанной территории, предусматривается размещение сквера. Данное решение принято в соответствии с позицией депутатов и с учетом мнения жителей города, высказавшихся в пользу парковой зоны. То есть я вообще немножко потерялся. То есть год назад, оказывается, судьба этого пустыря была решена. Причем с учетом мнения депутатов, с учетом мнения жителей. И это даже еще не все. Даже были выделены деньги в сумме 497 рублей на разработку проектной документации по обустройству сквера. И дальше Сергей Афанасьевич критикует администрацию за то, что она медлит, не осваивает эти документы и не приступает к строительству сквера. И здесь я, честно говоря, очень потерялся. И мне очень заинтересовало мнение депутатов по этому вопросу. Значит, год назад они были за сквер. 4 апреля, когда были на СТВ, значит, передача, и Бруслиновского спросили, а как вообще все остальные депутаты думают по этому поводу. Он сказал, что большая часть депутатов за сквер. А потом я смотрю, что кроме Яроша, ну и Ватса там в окружной думе, то есть никто не выступает против храма. Все голосуют за и либо молчат, либо поддерживают. Я не знаю, Сергей Викторович, может, вы мне объясните, что это означает, почему. И почему так меняется мнение. То есть год назад было одно, сейчас другое. И не является ли это вообще документом, вот внесение в генеральный план, что вопрос был решен год назад, а мы здесь что-то сидим, еще и обсуждаем. Давайте сквер строить. Если было решено год назад. Подождите, вы задали вопрос. Хорошо. Во-первых, спасибо, что на основании какого-то документа. На основании какого-то документа. Хотелось бы просто, то есть, к этому документу, второй документ. То есть раз это официальное обращение председателя думы, то наверняка должен быть ответ. Ответ от главы города председателю думы. Вот, он есть у вас? У меня его нет. Если у вас нет, я примерно, вот я могу ошибиться, там плюс-минус в выражениях, формулировках, но ответ примерно следующего содержания. Что, уважаемый Сергей Фанасьевич, ввиду того, что бюджет города Сургута сильно ограничен в своих возможностях, и бюджет развития вообще минимален, вот, у нас сегодня и завтра, и на послезавтра нет возможности, значит, здесь будем говорить, вот произвести вот эти виды работы. Думаю, что примерно такой был ответ. Так вот, значит, вот, чтобы мы не сильно там вот углублялись, вот, еще раз, еще раз, вот, о чем идет спор, может быть, надо было вначале вот это зачитать, о чем спор-то идет. Так вот, значит, основные виды разрешенного использования, это сквер на двух с половиной гектаров, сквер, все-таки, понимаете, сквер, еще раз повторяю, три раза повторил, сквер, вот, а дальше, да, православный храм на одном гектаре, православный храм, да, вот, вспомогательные виды разрешенного использования, это объекты городского дизайна, ларшавтной архитектуры, малые архитектурные формы, и вот, еще раз, коллеги, заострите внимание, многофункциональные, игровые и спортивные площадки. То есть, вот, считаю, что то, что здесь вот перечислено, никак не подменяет собой или, как бы, не изменяет кардинально вот то, что мы, значит, за что мы голосовали и за что этот. Но этот вариант, этот вариант позволит нам, если все-таки глава примет такое вот решение волевое, а здесь надо, я так понимаю, принимать просто волевое решение, я об этом говорил, вот, то мы буквально в течение года, максимум двух, получим там обустроенную, красивую площадь, где можно будет и гулять с детьми, значит, игровые площадки, и спортивные, и ледовая, и ледовая площадка, и будем настаивать, чтобы она была крытая, как вот на пик сейчас, значит, буквально вот запустили, да, приняли в эксплуатацию и так далее. То есть, вот это решение удовлетворит, мое мнение, глубоко всех, не только жителей этого дома, да, там, ближайшего, но и ближайших микрорайонов. Можно ремарочку по поводу сроков? Да. Здесь очень много говорилось о том, что, ну, сколько можно уже об этом говорить, наконец-то решили, давайте будем строить, и вот, наконец-то, через некоторое время там будет. Так вот, я хотел бы вот эту иллюзию сейчас развеять, потому что, согласно перечню мероприятий по реализации проекта по строительству сквера с кафедральным собором, это утверждено главой города, да, строительство кафедрального собора назначено на июнь 2020 года. Это где написано? Это есть документ? Нет, да, покажите, я что-то вообще... Вы не знаете, да? Я не знаю, нет. Но вы можете записать. Это называется перечень мероприятий по реализации проекта по строительству сквера с кафедральным собором, храмом. Это свежий документ. 22.05.2014 года. Как только... Ну, давайте распоряжение, пусть выйдут там на сайт, откопируют. Ну, давайте поставим. Не, ну, может быть, у вас другие... Вот вы знаете, вот, все-таки мне бы хотелось отвечать за свои слова, да, то есть в наличии документа, не в наличии документа. Потому что одним из главных критериев, опять же, это были сроки. Это были сроки. И по заверениям инвесторов, что это буквально будет, не скажу, что это в один год, но это один-два года. Один-два года. Примеры такого строительства мы уже видим и видели. Да, это на университетской храм Георгия Попедоносца, буквально построен даже, по-моему, меньше, чем за год. Прекрасный, красивый храм, значит, который сегодня является досуговым центром в том числе, так как там есть детские площадки, игровые зоны и так далее. Поэтому, ну, сомневаться в том, что он перерастет в какой-то долгострой. Ну, давайте, мы это уточним, это чуть позже. У меня вот есть вопрос к Сергею Викторовичу. Его в какой-то степени формулировали еще у нас на сайте. То есть, все же, вы апеллируете к тому, что единственный вид демократии, который вы признаете, это делегирование своих полномочий, депутату, либо в том числе. Да, и в первую очередь, конечно, да. Смотрите, как часто вы совещаетесь, встречаетесь со своими избирателями, как часто они до вас доносят свое мнение по тому или иному вопросу? То есть, насколько вы находитесь, вот вы лично находитесь в контакте со своими избирателями, и в частности, обсуждали ли вы вопрос именно о храме, сквере, планетарии, либо о каком-то другом использовании вот этого самого злосчастного перекрестка на Островского мира? Ну, если сказать, что встречаюсь ежедневно, то это неправда. Но достаточно часто. Ну, сколько раз в неделю? Раз в неделю. Ну, и раз, и два, и три, и пять, и десять раз. И более того, сегодня при наличии телефонов, интернета и так далее, то есть, вот, сама ежедневная переписка, вот, она идет вот ежедневно, да, то есть, вот, есть помощник, который сидит на телефоне, там, принимает вопросы, ответы, потому что не... Ведь немногих людей волнует, вот, что там будет, храмы или спорт. Волнуют, крыша течет, там, снег не убирается, знаете, вот, в большинстве своем. Опять же, спиртным торгуют. Это вот любимая тема Алакаева, вот, я бы, может быть, даже хотел бы обсудить эту тему, да, потому что тоже у него, там, возбуждает его очень сильно. Вот, то есть, вот, людей волнует вот это. Или, как вот Сергей Евгеньевич, опять же, в недавней статье написал, там, соседи шумят. Вот это волнует людей. И вот эти вопросы, значит, приходится тоже поднимать, курировать и решать, и помогать их решать. То есть, вот, в основном вот эти вопросы. Ну, а конкретно по храму сквера вы не общались? Я не общался, вот, ко мне ни одного, значит, какого-то заявления и мнения от жителей моего избирательного округа не поступало. И я думаю, что это правильно, потому что, ну, мы немножко находимся в другой территориальной зоне. Вот, и у нас есть и храм, вот, и мы сейчас строим спортивные тоже площадки строим. То есть, ну, то, что там строится в 13-м а, значит, это дело жителей вот этого микрорайона 13-й а. И они высказали свое четкое, ясное, жесткое мнение. Там должен быть парк с храмом. Все. Скажите, а есть ли такой вопрос, вот вы можете себе просто вообразить такой вопрос, который вы бы сказали, да, давайте его на референдум? Безусловно. Например? Безусловно. Конечно, это вот изменение, будем говорить, вполномочия главы, да. То есть, пожалуйста, пожалуйста, это вот, я считаю, вот здесь вот, вот здесь вот, как раз, наверное, тот фундаментальный вопрос, который волнует, или, по крайней мере, должен, наверное, волновать, ну, вот я так вот по наивности, значит, рассуждаю, каждого жителя, не только микрорайона 13-й а, но и каждого, и первого микрорайона, и второго, и так далее, да. И вот здесь, я считаю, я бы согласился, и более того, я был бы за, чтобы мы, значит, референдум вот этот проводили. Но, к сожалению, почему-то не нашлось инициативной группы, ни из одного человека, для того, чтобы инициировать этот вопрос. Ну, я, кстати, думаю, что вот просто после последнего заседания Думы, которое было, был брифинг председателя, и вот Сергей Фанасьевич сказал, что, я очень люблю, за последние месяцы я ему все время задаю вопрос «Спросите менеджмента про то, что думают по этому поводу депутата», и он сказал, что, ну, он говорит, вы понимаете, что у нас депутаты в своем абсолютном большинстве против этой системы, они за то, чтобы мы всенародно избирали главу. Но я думаю, что жители просто в курсе, что депутаты против, и поэтому, ну, раз, это было смещается. Мое предположение. Да, Дмитрий, да, я вам скажу такую вещь. Значит, буквально две недели назад было заседание Совета Четырех Дум. Да, да, вот. И я там задал этот вопрос как раз. Я его вынес тоже в повестку дня, чтобы мы его обсудили. Вот. И вот на тот момент решение этого вопроса не было известно. Вообще не было известно. Более того, опять же, как вот Сергей Евгеньевич Апольдов, ну, вот там, будем говорить, неизвестные лица сообщили, сказали, что все, будем менять систему управления городом. То есть вот есть мнение, будем менять. И этот вопрос уже решенный. То есть две недели назад не было известно о том, куда мы идем, как и кто будет вообще решать этот, будем говорить, вот эту тему. И вот на этом совете, опять же, опять же, не было известно, потому что, значит, на тот момент только рабочая группа, только комитет как бы предложил окружным депутатам оставить все как есть, вернее, передать полномочия решения, полномочия решения, значит, депутатам муниципалитета. Он только решил. То есть не факт, что все депутаты округа поддержали бы это решение. Не факт. И, на мой взгляд, если бы инициативная группа хотя бы инициировала этот вопрос, просто инициировала, то, мне кажется, это было бы дополнительным основанием к тому, чтобы люди, которые принимают решения, задумались о том, что все-таки надо тут вот, будем говорить, с горожанами, с сургутом-то посоветоваться. Вот как раз вот об этом идет речь. И этот вопрос, конечно, касается всего города. Но он почему-то прошел мимо инициативной группы. Можно я тогда объясню? И все-таки предлагаю вернуться к нашей теме. У меня тут есть еще... Ну давайте, мы подходим уже к концу. Я прошу уже более-менее резюмировать суть нашей беседы. Пару замечаний. Ну тогда я сразу перейду к делу. Я не могу не затронуть тему, которая коснулась лично меня. И которая... Ну здесь точно можно это все увидеть и понять, потому что у меня есть документы, переписка. Ну и мы можем опять же посмотреть видеозапись. Итак, публичное слушание 7 апреля. Я вам хочу сказать, что вообще публичное слушание – это один из инструментов местного самоуправления, который специально осознан, чтобы жители города принимали участие в управлении города. Так вот, 7 апреля на публичных слушаниях, где рассматривались все эти проекты, дали слово епископу Павлову. Хотя, по правилам публичных слушаний, право для выступления есть только у депутатов и у тех граждан, которые заранее подали уведомления в соответствующем порядке. Так, может быть, он записался, нет? Нет, это однозначно нет. Его не было там в списках, я все это узнавал. Ему дали слово в течение 6 минут, епископ Павел, в меру гражданин Фокин, он, значит, комментировал что-то, там говорил, рассказал вот эту историю очень интересную, забавную. В общем-то, эти публичные слушания, они прошли с грубыми нарушениями. Это означает буквально следующее. А согласно распоряжению главы города, конкурсная комиссия, которая, значит, решает и выбирает, она базируется, да, то есть на публичных слушаниях, то есть она выслушивает там аргументы. Здесь вопрос тогда к законности самого решения этой конкурсной комиссии. То есть логика такая. И вы знаете, пикантность этой ситуации еще заключается в том, что как раз где-то месяц назад или полтора, группа из жителей города Сургута, она обратилась в Думу заранее с уведомлениями, чтобы их, значит, допустили к участию публичных слушаний с права голоса. Но их не допустили. И у меня здесь возникает вопрос, то есть, а каким образом решаются подобные вопросы? Там, значит, дали слово человеку, который жителем города Сургута не является, а здесь вот так вот, какая-то несправедливость. И у меня, в общем-то, это, после того, как я услышал ответ главы города на мой вопрос, потому что была встреча с жителями города, я спросил там, Дмитрий Валерьевич, скажите, пожалуйста, по какому такому закону Фокеев, ваш подчиненный, дал слово гражданину Фокину? На что глава города сказал? Ну, наверное, из уважения к САНУ. Слушайте, ну, подождите, а теперь у нас так, что ли, получается? Подобные вопросы решаются из уважения к САНУ, может быть, к статусу, я знаю, к авторитету. То есть, вообще-то, из Конституции Российской Федерации, в статье 19 записано «Все равны перед законом». Понимаете? Вот, и когда смотришь на вот эти вещи, еще больше убеждаешься, что, наверное, не совсем объективно подходит к этому вопросу, а может быть, несколько предвзятым. Вот такая реманка. Хотел сказать еще об основных аргументах сторонников храма. Это, Сергей Викторович, то, что это бесплатно, так ведь? И то, что это, там, храмы нужны. По поводу бесплатности. Слушайте, ну, вообще-то, все социальные объекты в нашем городе, в других городах, они строятся за бюджетные или за окружные деньги. И обслуживаются так же. Но если мы так будем, вообще, если у нас будет такая вот философия, давайте не будем строить так бы ни школы, ни детские сады. Не будем строить магазины, там, что там. Храмы, что у нас с тобой? Ну, все на боги, наверное. Куда инвесторы? Сергей Викторович, вам лучше, это, куда инвесторы пойдут? Так вот, я так понял, все-таки некий вопрос прозвучал, да? Нет, я просто слово не дали. Я просто констатировал факт. Вот смотрите, да. А может, вы знаете ответ, хорошо? Да, ну, я тогда просто не смогу удержаться. Вот по одному из последних комментаторов, значит, наш уважаемый Альберт Леонов написал, что будет встреча, значит, общественника, политолога и так далее, Сергея Глинских, который представляет бесчисленное количество жителей, бесчисленное, то есть вот, да, и депутата, который представляет ограниченное количество жителей. Так вот, будем говорить, как правильно, отец Павел, да, или кто там? Епископ Павел, я вот, честно говоря, очень там не разбираюсь в этих делах, да. Вот извините, вот я считаю, что этот человек представляет тоже достаточно большое количество, будем говорить, жителей, как округа, так и города. Или вы не допускаете это? То есть вы, значит, все-таки бесчисленное количество жителей. Ну, Альберт никогда не ошибается, все-таки, да, ну, да, просто никогда, да. Такое допущение будет. А вот, значит, епископ Павел, значит, он, ну, как-то вот, вот я считаю, что то, что дали слово, я считаю, ну, это даже, ну, не обсуждается, и мне кажется, ну, это вот копаться, дали слово, не дали, ну, это уже мелко. Нет, Сергей Ильич, у нас есть вообще-то закон. Мелко. Закон, да, подождите, а мы вообще в правом поле или как вот? Вот, или вот, Сергеич, вы, я, я... Может быть, я неправильно, как бы, представляю сторону, в которой я живу. Нет, нет, Сергей Ильич, мне кажется, что мы все выше под законом. Сергей Ильич, я вот совершенно верно, вот я такой же наивный, как вы, вот я тоже, вот для меня, значит, кроме того, что вся власть тусом и вся власть народная, да, еще один аргумент, все должны быть равны перед законом. Вот просто все. Вот видите, Сергей Ильич, вы сами здесь. Вот все должны быть, совершенно верно, бесспорно, вот бесспорно. Но иногда можно. Нет. То есть человек представляет интересы большого количества... Нет, никогда нельзя. Никогда нельзя. Вот я считаю, вот это мое, значит, предубеждение, все должны быть перед законом. Вот. Я не такой вот сведущий, и не копаюсь вот этому, дали слово, правильно дали слово, неправильно дали. Это формальные признаки, да, то есть вот просто, на мой взгляд, это формальные признаки. То есть не дать слово человеку по каким-то формальным признакам, ну, я считаю, это слабость. Ну, просто слабость. Вот тот, кто сидит и не дает что-то. Это опять же, ну, вы же демократы, вы же демократы, ну, как так вот не дать слово. Так вот, так вот, вы знаете, вот у меня недавно произошел очень интересный случай. Опять же, я же говорил, да, в субботу были социальные проекты. Вот, и там участвовал... Сергей Викторович, вы не ответили на вопрос, то есть, почему дали, есть ли законное основание, законное основание на то, чтобы дать. Нет, ну, я думал, объяснил. То есть, вы просто скажите, законного основания не было, но вот и заложили. Сергей Евгеньевич, подождите, я не знаю, было законное основание, я не знаю. Все понял, то есть вы не знаете. Но, если вы знаете... Я знаю. Вы подайте в суд. Подадим, конечно. Так а почему вы ждали, если 7 апреля произошел этот вопиющий, противозаконный акт, ну, почему вы прождали больше, ну, полугода, ну, почему вы сегодня вот как-то так вот, а вот там еще, там что-то вот, что-то там еще? Потому что только месяц назад произошел случай лично со мной. И мне стало обидно. Я тоже подавал документы в Думу заранее, и меня не допустили. Если честно, то действительно, я неправильно составил документ. Но давайте тогда всех в равных условиях, если там дают, то и мне дайте, а мне не дали, мне это обидно. Понимаете, поэтому я... Честно говоря, я поддерживаю, да, я поддерживаю вашу обиду. Я считаю, это неправильно. По формальным признакам нельзя вот это вот, будем говорить, давать или не давать, пускать, не пускать. Вот я тут с вами полностью поддерживаю. Если есть возможность такая все-таки доказать это в правовом пуле, что с вами поступили неправильно, я считаю, надо идти и доказывать. Тут никаких сомнений нет. Никаких нет сомнений. Я ответил на ваш вопрос? Да. Можно я ремаркую вот о том, что все должны быть равны перед законом? Значит, наш уважаемый Альберт Леонов. Ну как, просто не могу, это для меня вообще символ. Всего не заменяет, да. Символ. Его будет здесь с нами присутствовать. Да, так вот, значит, на обсуждение социальных объектов, значит, он там представлял свой объект социальный, наверное, нужный очень, да. Так вот, он оборвался, знаете, вот, значит, такая была у него фраза, что вот мы сейчас поставили на перекрестке, на перекрестке. Про Буду свою. Про Буду, да. Буду он поставил. И вот мы скоро пойдем землю оформлять. Ну, понятно, да, то есть, вот, правовед, юрист, вот, ну, как вот, здесь вот, Сергей Евгеньевич, тоже прокомментируете, да, то есть, он или безграмотный, абсолютно, да, то есть, он не знает, что сначала надо землю оформить, вот, значит, определить ее предназначение этой земли, а потом уже ставить Буду, не ставить Буду и так далее. Или это какое-то тоже ощущение вседозволенности, да, что вот, ну, как, я же там комментирую, я же там депутатов-то давлю, вот, там надо и не надо, да. То есть, человек даже не знает полномочий депутатов, он, я уверен, что он не представляет, что такое исполнительная власть, представительная власть, то есть, просто он, и все в одну кучу. Ну, здесь депутаты, да, я просто говорю о том, что закон должен быть равным. Для всех, в том числе для Альберта Леонова, для Сергея Глинских, вот, для депутата, вне зависимости от ранга и так далее. Вот здесь вот, я считаю, что вот это, наверное, тот основной стержень, на котором должно держаться не просто общество, а государство в целом. Государство в целом должно держаться. И здесь бесспорно, я вас абсолютно поддерживаю в том, что если вы считаете, что там даже вот здесь вот малейшее какое-то, там дали слово, и вот есть, значит, факт, надо обращаться в суд и доказывать, и выигрывать суды. И тогда тем более, значит, вот говорить, что вот все, слово дали, значит, все считаем, что это вообще незаконно и так далее. Но пусть суд решает. Так, уважаемые друзья, я на самом деле до эфира сказал нашим участникам, что у нас время как бы не лимитированное, да, что мы здесь можем сидеть до самого депутатских слушаний, которые сегодня будут. Но это, конечно, было утрированное утверждение. Мы наше время уже выбрали. То есть вы нас прогоняете. Да, я резюмирую, да, общую вот картину нашего этого триолога, да. Значит, основная претензия у общественности, у представителей общественности, вот те, которые хотели провести референдум по поводу перекрестка на островского мира, это то, что не было учтено мнение широкой общественности, именно то есть в широком плане, да. На что Сергей Викторович отвечает, что мнение ключевых точек общественности, ключевых вот пунктов, оно было учтено, да. Здесь единственное, к чему мы можем прийти, это действительно к тому, что и вот к призыву Сергея Викторовича, действительно, если у вас есть активная позиция, если вы считаете, что в городе настоящий момент обсуждается вопрос, в котором принимают участие депутаты, да, обсуждается что-то очень важное, что-то интересное, то не поленитесь подняться с дивана, дойти до своего телефона, либо дойти до пункта встречи с депутатом, поговорить с ним, сказать ему свое мнение, да, чтобы это уже было что-то реальное, что-то конкретное, за что можно будет в будущем уцепиться, да, потому что сейчас абсолютно недоказуема позиция, сейчас Сергей Викторович мог сказать, что он обсуждал со своими избирателями, что он не обсуждал вопрос перекрестка островского мира. Я сказал, не обсуждал, ну как бы да, но любой депутат... Со своими избирателями. Да, 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 и вот именно что, чтобы жители в этом плане проявляли активность вот сначала на этом уровне, действительно, может быть, выход сразу на референдум, это прыжок через три ступени в данном случае, действительно, может быть, стоит сначала со своим ближайшим депутатом поговорить, если он уже ничего не предпринимает, никаких действий, это, во-первых, для вас, как для жителей, вывод, голосовать за него или не голосовать на следующих выборах, да, и если он не действует уже в процессе, то есть еще до выборов, вы можете выходить на более высокие уровни, вы можете обращаться в Думу и говорить, что ваш депутат не учитывает ваше мнение, вы можете обращаться в СМИ, то есть вот этот, и весь этот процесс разворачивать уже, ну, последовательно, как раз разматывать клубок, который может в итоге привести, ну, действительно, чем, черт не шутит, каким-то референдумом или большим обсуждением или там депутатским слушанием отдельным и так далее. То есть, наверное, в данной ситуации это наиболее продуктивный и конструктивный вывод, который мы можем сделать из сегодняшнего разговора. Ну, по крайней мере, у Сергея свое мнение, я прошу его высказать, просто насколько я это понял, и мы будем завершать. Наверное, в идеале было бы так, но в данных условиях это будет очень долго, неконструктивно, ну и потом, понимаете, депутаты свою позицию постоянно говорят по этому поводу, что к ним ходить. — Они поддерживают этот проект храма. — Не будем приходить уговаривать, что ли? — Нет, подождите. — Рассказывать мнение, рассказывать мнение. — Дмитрий попытался все-таки до вас, Сергей Евгеньевич, донести четкую и ясную линию поведения и как бы движение, вектор движения. То есть, во-первых, нужно все-таки определиться непосредственно в той... — Ну как понять долго? — Это быстрее, чем референдум. — Подождите, это закон... Нет, подождите, вам, как это говорится, шашечки или ехать все-таки, да? То есть, все-таки, значит, есть площадки, на которых решается и должен решаться этот вопрос. Это ТОС, это депутат и это Дума. Пожалуйста. Но когда руководитель ТОСа говорит, да, мы за, когда депутат говорит, да, люди за, что должны делать остальные депутаты? Конечно, за. Конечно, мы за. Тем более, я еще раз говорю, что там и парк, и детские площадки, и, значит, спортивный комплекс там будет. Спортивный комплекс. А храм на 0,8 га. 0,8 га храм. То есть, 2,5 га подойдет под эти социальные... Значит, нужды этого микрорайона. Я считаю, я, честно говоря, по-белому и искренне завидую жителям этого микрорайона. Я считаю, что им повезло то, что там будет вот такой объект. Вот. И считаю и желаю всем, в общем-то, всем здоровья, удачи и скорейшего, скорейшего воплощения этого объекта в жизнь. И что он буквально был построен год-два. Ну, с Божьей помощью. Ну, с Божьей помощью. В общем, это уж всяко, что с Божьей помощью будет построено. Иначе никак. Ну, все же, да. То есть, ну, это вот сейчас просто я рассказал свое мнение. То, что действительно можно было из этого всего нашего разговора вынести конструктивного максимально, да. Все же у нас еще... И я, на самом деле, предлагал уже неоднократно вот в эфирах нашей студии переносить общественное слушание на удобное время для людей, которые работают, да. Да, потому что полтретьего это категорически неудобное время. Да, то есть, и чтобы вот и власть в этом случае шла на встречу людям, если она действительно хочет узнать. Опять же, вот опять же, мое мнение. Я не уверен, что в случае с храмом власть сильно хотела узнать мнение людей. Это мое мнение, как журналиста, как человека. Но вот в тех моментах, когда она хочет узнать, это сделать можно, безусловно. И все-таки мы... Я здесь, опять же, не могу поддержать Сергея Викторовича в утверждении, что социология это лженаука, социология это совершенно нормальный инструмент, который, как я считаю, мне кажется, что многие согласятся, можно использовать для выяснения, если, опять же, вы действительно хотите узнать мнение людей. Ну, собственно, то есть консенсус возможен. В данном случае мы уже не сомневаемся, что храм будет. Действительно, это факт, это стоит признать. Но сам процесс, который развернулся вокруг этого храма, весь этот год шел, сам этот процесс, он должен просто научить, научить людей тому, как нужно обращаться к власти правильно, как нужно к власти приходить, как нужно доказывать свое мнение, как его нужно обосновывать. Научить власть понимать и обращаться к людям так, чтобы это было и людям удобно, и интересно, и чтобы власть действительно могла учесть мнение людей в этом всем этом процессе. То есть это действительно большой пример, это большой урок для города Сургута, и его очень важно, чтобы он не пропал впустую. Вот так, опять же, я считаю в данном случае. Мы завершаем наш сегодняшний эфир. С вами были Сергей Глинский, житель Сургута, общественник, Сергей Викторович Рябов, депутат города Сургута, Дмитрий Щеглов, шефитактор Сиапрест.ру. Смотрите видео, оставляйте комментарии, оставляйте свои вопросы, пожелания по такому формату ведения наших эфиров, насколько он приемлем и интересен для вас. И до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok